Я тут всем рассказываю, что пальцы на ноге мне ядром оторвало, и хотя они лафетным колесом отдавлены, разница невелика. Так или этак, потеряны на войне, а уж в походе или в сражении неважно. Мне их не собаки отъели, как Сиговскому халую Веньки Рябову уличные псы полуда отгрызли, когда он пьяный достал его по нужде, а назад в штаны спрятать забыл и уснул ночью под забором. Если же я про Штейгера Спирина написал, как про мертвого, а он жив оказался, в том вина не моя, а обманувших меня. Что я про его мучения донес барону Криднеру, все правда, кроме смертоубийства, но Сигову с Рябовым их палачество спустили, а меня ославили ябедником. Главное, о чем хочу тебе написать, в прошлом мае случилось. Больше года прошло, а стоит перед глазами так живо, так ясно, словно проснулся утром и в постели лежа, вспоминая, что с вечера было. Я в то время жил не у Натальи, а на конторской квартире под Лисией горой, против казарм горной роты. После ужина сел с трубкой у окна, раскрыв его, чтобы в комнатах дымом не пахло. Я этого не терплю. Там рамы на петлях, не как у Натальи. У Натальи они дешевизны ради, по незнанию мещанами пользы свежего воздуха, так сделаны, что ни одно окошко не откроешь. Форток и тех нету. Помню даже, что на мне тогда было надето. Поверх халата имел кацавейку на овчине, на голове — тавтяную тюбетейку, плешни застудить. Весна прошлый год выдалась позднее, снег местами до вознесения не сошел. Чуть свет задувало точнехонько с севера, как по компасу. Но в тот вечер, как бывает перед заходом солнца, ветер улегся. Солнце не село, а луна взошла. Наступал ее черед стоять в карауле над владениями графа Николая Никитича Демидова. Под окном имелся полисадник с бузиной и сиренью. Они только-только зазеленели, а старую листву хозяин смел в кучку. Она с другим мусором лежала у заплота, в ожидании, когда ее сожгут. Днем здесь куры гуляли, но к вечеру их в курятнике заперли. Вдруг слышу — усты затрепетали. Будто не весна на дворе, а осень, и сухие листья, прежде чем облететь, шумят напоследок, как все сохнущее, из чего уходит жизнь. При этом почему-то не шелохнулась кисейная занавеска на тесьме, хотя ее может смутить дыхание спящего младенца. Через улицу молоденькие топали. Субтитры создавал DimaTorzok